Уважаемые пассажиры, граждане, товарищи, всем нам отлично известно, что правоохранительные органы в России давно уже перестали быть правоохранителями. Они принялись в коррупции и террору против социальных граждан. Уважаемые пассажиры, здравствуйте. Мы, активисты разных молодежных организаций, пришли поговорить сегодня о проблеме милицейского произвола. Буквально каждый день приходит информация о новых преступлениях сотрудников милиции. Мы все знаем уже, что милиция не столько защищает нас, сколько и нарушает наши права. Вот сегодня, допустим, в Петербурге это было несколько сотен московских болельщиков в футбольных. На этой неделе был избитым или должен быть милиционерами, а гражданином в Абхазии, в Москве. И буквально каждый день приходит такая информация. Всем известно, что российская милиция давно уже перестала быть правоохранителями органами. Что российская милиция занимается террором против собственных граждан, приемлемо тому, кто поет в Евсюкова фоевой эпигоны, разъещением бюджетных средств и фабрикацией уголовных дел. Они могут творить все что угодно, мы не можем ничего им противопоставить. Милицейское начальство само признало свое бессилие, неспособность справиться со своими обочиненными. Министр МВД Нолголиев на днях предложил, чтобы граждане сами брали в свои руки оборону от сотрудников милиции и давали им сдачу. Но мы знаем, чем это заканчивается. Мы знаем, что в этой ситуации правым всегда окажется милиционер. МВД Нолголиев предлагает гражданам нападать на сотрудников милиции, а единорос Андрей Макаров, известный даже как Штаня, в определенных руках предлагает разогнать МВД. А мы, реликальная оппозиция, предлагаем конструктивные меры, как поставить милицию под гражданский контроль. Я думаю, что там вы найдете для себя много полезных форматов, по-другому, в этой ситуации. Спасибо. Люди откликаются, люди реагируют за. Всего лишь одно мы встретили, человек, который против. Основная масса за отставку Нолголиева. Считаю, что если сменить министра, то, может быть, что-то будет уже лучше. А были люди, которые были не согласны с вами? Были люди, которые говорят, что да, они согласны с рефору, что нужно что-то делать, но говорить ничего не будут. Их, в принципе, устраивать. Пока их не трогают, значит, все хорошо. Нам надоело стоять в загонах, где милиция окружает митингующих, не дает им вообще общаться с народом. Это бессмысленное занятие, на наш взгляд. Поэтому мы решили сами выходить к людям, без милиции, без этих всех формальностей, и общаться с обычными людьми, такими, которые ездят сейчас на электричках. Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Мы ничего не продаем, не покупаем. Мы, активисты разных молодежных организаций, пришли обсудить с вами проблемы милицейского произвола.